Ураза Байрам семейный праздник. В кругу родных и близких его посчастливилось встретить и одному из военнослужащих Росгвардии. Он участник спецоперации. Целый месяц семья держала пост и усердно молилась прежде всего о мирном небе над головой. Любова Маслова побывала в гостях у семьи Муслимовых. Хлопоты в семье Муслимовых в священный праздник с самого утра. Женщины на кухне работают над кулинарными изысками. На столе обязательно блюдо национальной и европейской кухонь. Хинкал, манты, чуду, голубцы, запеканки и салаты. С вечера приготовлены торты. Секретный ингредиент – любовь. Все, чтобы порадовать близких и гостей. Мы сами тоже гостей ждем. Сестры приходят к нам, братья приходят. Там соседи к нам приходят. У нас взрослая мама есть. Мы сами все сначала у себя принимаем гостей. Потом все мы идем к маме туда, к гостям. У нас мама есть там. Много детей у нашей мамы. Мы все внуки, дети все к ней идем вечером после обеда. Праздник Идальфитр принято встречать в кругу родных. Так его отмечают и военнослужащие Росгвардии. Однако есть те, кто лишен этой возможности. Дагестанцы продолжают выполнять боевые задачи в зоне спецоперации. Они также от рассвета до заката держали пост. А молитва одна на всех. О мирном небе. К муслимовым спешит и Магомед Гаджи, младший из братьев. Так принято издревле. В доме старших собираются младшие. Теплое приветствие, пожелание благословенного праздника. Дорогого гостя усаживают за стол, чтобы угостить и расспросить обо всем. Пост еще примечательным тем, что в раю будут отдельные врата для постящихся, которые называются Араян. И будет сказано постящимся, войдите в врата рая Араян. И после того, как постящиеся войдут в эти врата, эти врата закроются, никто больше не сможет зайти. Весь месяц муслимовы, как и положено мусульманам, воздерживались от воды и пищи в течение дня. Раздавали милосту ненуждающимся и совершали добрые дела. Месяц Рамадан для них – священное время для духовного очищения и молитвы. Также в этот месяц была неиспослана наша священная книга Пуран. И поэтому мы выделяем этот светлый день для нас. Это лучший день для мусульман. Поэтому мы поздравляем лучших людей. Приходим к лучшим людям, к взрослым людям, к старшим людям. И чтобы мы все собирались только в таких случаях, в таких хороших праздниках. А на пороге уже новые гости. Это соседские ребятишки пришли поздравить с праздником. Хозяева щедро угощают их сладостями. Гостей в этом и в других домах республики будут принимать до самого вечера. Любовь Маслова, Махарбека Мария, Камила Раджабова. Время новостей.